здравствуйте с вами николай пивненко это проект дата 5 января на нашем с вами календарем давайте начнем с родившихся 1935 год родился отечественный композитор или как принято говорить советский и российский виктор лебедев среди его сочинений опера волшебник изумрудного города балет педагогическая поэма оперета не хочу быть королем однако наибольшую популярность ему принесла музыка к известным отечественным кинофильмом небесные ласточки по улицам комод водили будьте моим мужем и гардемарины вперед ну и конечно же многим другим картинам сегодня же день рождения знаменитой советской российской фигуристки натальи бестимьяновой но теперь о событиях этого дня 1762 год на российский престол вступил петр третий которому как известно очень не повезло супруга которая через некоторое время займет его место и будет управлять россии три десятилетия 1769 год джеймс у ад получает патент на свою паровую машину вообще начинается век машин который на мой продолжается и сейчас в 1896 году в австрийских газетах опубликована статья об открытом немецким ученым вильгельмом рентгенном излучении сама фамилия говорит о многом говорят что каждый из нас хотя бы раз в год но должен пройти рентген мало ли что там с нами происходит ну а 1957 году в первом номере журнала техника молодежи начинается публикация романа ивана ефремова туманность андромеды это этапное в развитии советской фантастики произведения 1972 год нас объявляет о планах создания космического челнока челнок безусловно появится какое-то время челноки будут летать будут трагедии к сожалению и потом американцы откажутся от этой идеи будут летать с помощью наших космических кораблей но теперь народные праздники приметы и традиции 5 января отмечается праздник фидулов день в это время было принято убираться в хлеву птичники кормить птиц домашних животных считалось что работы по хозяйству помогали призвать к дому добро и отогнать злых духов женщины выпекали печенье форме птиц и животных они оборачивали его чистой материи убирали в тайное место до рождества христова приметы и поверья на которые стоит обратить в этот день особенно если фидулов день будет ветер и падает снег в июле будет промозглый сыр если конечно не забудете об этом если нет ни ветра ни снега урожай в этом году будет богатым кошка лезет в теплое место погреться длительным морозом на фидулов день нельзя работать с острыми предметами согласно поверью если человек поранится то будет болеть весь год женщинам не рекомендуется подрубать или подшивать подол иначе жизнь их укоротится на этот день не планирует проведение серьезных операций старается перенести их на другую дату конечно же мы можем верить во все эти народные приметы но как мне кажется многое зависит от нас с вами был николай пивненко в проекте дата